Привет, привет мое хорошие! Привет, привет мои дорогие мои хорошие Здравствуй, 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 здравствуйте Привет. Привет.mee Я с большим радостью и удовольствием приветствую всех своих уважаемых моих любимых, дорогих, среди ли на YouTube, на Пусть и на Патреон потому что видео с YouTube с сегодняшним вот этого видео в фокусе будут дублироваться на Пусть и на Патреон об этом меня просили мои зрители в Пусть и Патреон потому что есть проблемы просмотра видео на YouTube да, мои окошечки у некоторых и так я всех приветствую всех целую всех обнимаю от души люблю вас самое хорошее и сегодня будет красивенный макияж будем нюхать духи я вообще никак не могу оторваться от шкандаля я уже обалденный аромат и я сварила кофе в чашечку хочешь кушать? хочешь кушать? нет, кушать не хочешь а кофе хочешь чашечку? да, да могу как я сегодня снимаю на петличке рот рот почему? потому что потому что я как женщина с личной памятью в эти выходные увезла свой второй штатив на который ставлю микрофон на дачу в том свой да все влог этого есть на пусть и на патреон и небольшой кусочек я сегодня сегодня перед макияжем салю на ютуб я вчера просто не успела мои милые я очень сильно устала давай пили кофе потому что ложечку беру мы ездили на дачу на 3 дня и 2 ночи это была наша первая ночевка держи покращайся давай будем пить кофе Сойка моя дорогая и что ты думаешь? ну ты уже догадалась да что я там забыла штатив за свой взять а на этот штатив он ставит пролектор но я так думаю что в любом случае нужно было покупать мне штатив штатив потому что это не дело таскать мое оборудование для съемочек туда-сюда на дачу и обратно и вообще даже дома я не хочу чтобы пользовались моим оборудованием я вот такая в общем факт в чем я заказала вот штатив второй для моих плю яйца плю икс и так далее и жду по этому по этому окошечке телефон я забыла сейчас мне может позвонить курьер 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 я открою ему дверь и так я просто предупреждаю чтоб вы пиковшиков пиковшиков такого всего не пугались и еще у меня работает контёр потихоньку на самом маленьком фоне а потому что без контёр я снимать маке я ж не могу у нас очень очень жаркий август и еще я сижу не в ночном сне не в нижнем белье это такой топик это топ поэтому не пишите мне что я сижу голая ладно ну чё давай завтречем давай куколка люблю тебя моя дорога желаю тебе прекрасно провести время сегодня со мной да сделаем прекрасный макияж макияж будет туториал на макияж который у меня был в звуках рта на пусть в сообществе там есть фотки там такие красные тёмно-красные такие блестящие губы и обалденно красивые тени вот такой сейчас я сделаю макияж девочки меня очень просили многие писали и про губы и про глаза и так далее да да давай давай завтречем будем краситься давай я тебя люблю я тебе желаю только добра здоровья мира и душевно-варёной версии давай ой какой вкусный кофе обалденный люблю 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 тебя люблю тебя моя сладенькая кошечка так я взяла микрофон микрофон у меня извините я за три дня на дочь и две ночи устала можно сказать я практически две ночи не спала потому что мы ездили с Мишкой с моим внуком все ездило в воде а я очень беспокойная когда у меня с третятом ребенок ладно это не важно взяла телефон что он вдруг мне курьер напишет Гераева убавила звук сейчас на окошечке в общем что я еще хотела всем сказать может кто-то меня не знает и видит меня в первые зайки я проверила звук нормально вроде потом пишется я приглашаю вас всех на пусти на патреон на свои платные платформы где видео выходит довольно часто и регулярно в отличии от ютуб в ютуб полных видео оно минимум 4 в месяц выходит иногда больше а на пусти выходит 3 видео в неделю стабильно иногда больше вот так подписка на ютуб или патреон я говорю или потому что контентом одинаково два канала открыты для того чтобы жителям разных стран было удобнее подписываться вот все я приглашаю вас туда если вы конечно в состоянии 200 рублей заплатить за подписку 200 рублей в месяц видео там все без рекламы выходит регулярно вообще у нас там интересно все ссылочки на пусти на патреон будут в описании вот тут там под видео там и в первом закрепленном комментарии это не имеет значения люблю вас кошечки давай аааа вкусный кофе обалденный да мне он пришел немножко большеват он пойти должен быть повыше ну ладно в интернете не всегда угадаешь с размером а так такая красивая штука симпатичная легкая это все стиму стиму приступим к макияжу итак что я еще не сказала что я сказала ничего что я не сказала вот здесь в пакете да это тоже с сайта тиму здесь карандаши моих подводок я классная китайская сайта тиму у меня есть несколько распаковок посылок на ютуб да ну вот эту вот распаковку я буду снимать на пусте на патреон на столике приступить со звучами и так далее и близки шепот потому что показывать карандаши здесь карандаши так вот просто это не информативно и некоторым людям множество людей нравится везде на столике в том числе и мне для чего я так говорю для того что я сейчас отсюда один карандашик возьму а что я еще не красилась ими они у меня лежат мне мне некогда снять видео на столике я возьму один карандаш в том макияже в котором про который я тебе говорила я возьму я возьму темно-синий карандаш карандаш от мебели такой темно-синий и здесь у меня есть тоже вот он темно-синий темно-синий есть куча их вот еще и вот такой вот синий по-моему это разные ага и возьму чем-синий в общем девчата понимаете спустим будет видео на столике скоро возможно на этой неделе я вам всех всех с девчатом покажу как они делают и так далее а сегодня сегодня может кто-то покупает есть возможность покупать на цену так такой оценок у нас color 07 он прям темно-синий карандаш они пишут что-то для губы для глаз lip and eye liner lip in eyeliner pencil вообще не соскучишься Germany стиль понятно немецкий стиль 1.4 я вообще не могу смотрите вот эти карандаши это 265 деньги карандаш я купила там заказала и я их не пробовала возможно это штука на букву Г я не могу кручаться ни за что вот сейчас мы с вами его попробуем сегодня вот этот синий сейчас я вот здесь сделаю небольшой сводж наверное вот здесь чтобы себя не замарать так ну-ка ух ой боже он рисует знаете прям мягко-мягко мммм я хочу понять есть ли в нем первомутер чуть-чуть по-моему есть потому что там кое-какие по-моему с прошлым утром кое-какие нет в общем вот этот будем использовать по идее он должен точиться посмотрим потом ну карандаш сделан за 265 девочки не знаю посмотрим как он будет рисовать у них даже крышечки пластиковые сделаны под цвет карандаши не знаю итак кошечка масло все давай приступим давай я буду краситься ты будешь смотреть ты проведела мне туториум ну вот будет туториум это будет видео по типу собирайся со мной да да я тебе покажу как я делала такой макияж какими продуктами и так далее твою щуковью давай давай сладкая моя а я вот вторую свою чашку кофе не выпиваю не страдаю если честно так ну что сначала спонжик влажный я возьму сегодня все те же продукты кроме карандаша а где вот этот у меня карандаш он не такой яркий конечно и синий но если честно это не имеет мне кажется значения вот он айлайнер вот этот мейпилин сейчас рядом его нарисую и он естественно не перламутровый вот он мейпилин это китайский это не имеет значения потому что карандаш синий я буду использовать на слизистую и как подложку на верхнее веко чуть-чуть небольшая стрелочка так я буду называть все продукты девочки тонн тонн эстилотер футурист увлажняющая значит 2w1 оттенок у меня spf 45 я ее покупала на лифт окошечке нет пиздец я тоже говорю и все равно вы спрашиваете поэтому я повторяю и повторяю но как оказалось вот у меня сейчас на 22 стоит и мне жарко как оказалось на лето она для меня светлая так она вот так выдавливается раз если будет жарко сейчас я ждам пусть обычно я его кладу с собой и уменьшу температуру холестер мое сладенькое поспорим нюкенькие не влажные я сильно прям не отжимаю я иногда прям вообще наоборот отжимаю прям слегка спонж зеркальце hour-class лунник палетка это тонн тонн У нее нет некрасивых тоналок, у меня есть все ее тоналки, вот сколько у нее там в линейке есть их футуристы классическая, вот это вот W Капли есть последняя, она выпустила за работу с там типа сыворотком и еще одна четыре у меня Я не знаю может у нее еще есть тоналки, напишите, и я их все люблю, они имеют все разную степень покрытия, разный финиш, но все они смотрятся красивенно и обалденно на коже, вот и все В частности, возьмем сейчас вот этот футурист, он тонко разносится, но тем не менее, жарко тягчет, но тем не менее имеет хорошее покрытие Так, 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 вот видите на лето, на лето надо было мне быть темнее, да? Потому что, как бы я не защищала кожу из ПФ 50, а все равно лицо у меня загорает, потихоньку загорает, но ничего Сколько тут уже этого лета осталось, да, девочки, да? Поэтому не будем жаловаться на жару и так далее Ну, у нас в Средней России жара Я не знаю, конечно, что творится в других странах, регионах, земля большая, да? Ну, что наносить пальцами, это, конечно, будет экономия Ну, а сегодня у меня не паличное настроение Так Если тебе кажется, что это слишком пило, то это будет нормально Когда я использую продуктики для лица Ох, сейчас вроде взадуло, полегче когда Остывает квартира Я вот пока вот утром встаю, да? Проветриваю, все-все-все-все-все, открываю рано утром Воздух Сплю с кончиком, рано-то спим Ох Потом встаю, проветриваю, опять включаю И сколько же мне нужно часов, чтобы охладить квартиру? Полдня А на даче, на даче у нас на горе же мы там Вот вчера мы общались, в городе было 38 Когда мы спустились А в доме у нас там было, я скажу 19 или 20 градусов, что-то такое И мы обалдели, когда мы спустились Но мы же долго были с пятницы Мы еще думаем, что-то это, неужели похолодало, а как? Вот такой перепад температур Я сейчас расскажу, у меня же брошки, это правда Там, конечно, райский рай у нас Говорю еще раз для тех, кто не знает Каждую неделю выходит в лог На посте, на патреон В продачу Как мы там что строим, плеваем, ремонт и так далее Как мы отдыхаем, в этот раз мы практически не работали А в один вечер сжарили, купатый, в другой вечер сжарили Руслан у меня все готовит Стыки обалденные, вкусные, со снуком играли В общем, кайфовали Увезли мой штатив Для проектора и не собрали, ладно Я заказала точно такой же 25 тысяч денег Это что попроще, девочки? Ну, такие вещи, они никогда не были дешевыми, да? Штатив, ладно, вы для освещения, так далее, ладно Может, для кого-то это дешево, я не знаю Все мы разные Итак, это я охлупнула крышечкой Эту палеточку я буду воспользовать сегодня для лица Руки, все в тоноге, пальцы, ногти Весь лак, да, в тоноге Лак Сегодня у меня такой Он совершенно не подходит под губы Вот, смотрите, если этот фиксируется Ну, так себе, ну, фиксируется Этот практически не фиксируется Я хочу это убрать Красиво Рассказала, показала, да? Сейчас мы смотрим, как на глазах будет покраситься Кстати, это китайский карандаш За скидками, как на 360 петченьки Почему? Как будет держать? Не будет ли растражать глаз? Если он пойдет хорошо на слизистой Потому что этот, таки, вот, мы перезапорозим Если он со слизистой все равно Если он качественный, то я не знаю Смысл, какой покупать, дорогие-ка Ну, я вообще считаю, карандаши, туши Да? Про сходный материал И так до налогового туриста А изделатор классная Но Не сказала, для жирнокожей не рекомендую, девочки Не рекомендую И вы ее вряд ли чем-то запудрите Но если запудрите То будет у вас, ну, не знаю Какой слой, не знаю Она прям такая Вот она такая, понимаете Она не фиксируется так на коже, как у W Понимаете? Угу Пудру-пудру Беру Пудру-пудру Новые петеориты мои Номер 3 Компания Гирлент переделала, да? Я вам не помню, рассказывала, нет, на Пусть и на Patreon Я все рассказывала, показывала Распаковку Котик-продуктиков Все люксовые распаковочки, да? Они сделали репрендинг Репрендинг, да? Это что значит? Сменили упаковку Я не знаю Сменили ли они состав метеоритов Но они сменили баночки И они сменили аромат Представляете? Вот так вот открываете Теперь здесь есть золотая пчелка Сюда они теперь положили спонжик, да? И девчата, если кто-то любила, пожалуйста, предыдущий аромат легендарных метеоритов, который называли фиалковым почему-то до дебили. Ну-ка, ну понюхай, понюхай. А не совсем пахнет по-другому, да? Но пахнет они восхитительно, восхитительно аромат. Лишнейший какой-то пудровый, такой восточный, какой-то такой цветочный, но это ничего общего не имеет с предыдущим ароматом. Поэтому, если у кого-то есть старенькие метеоритики или есть возможность их купить, я хочу закрепить вот здесь под глазками чуть-чуть пудрочкой, чтобы... Если буду тогда замахивать... Покупайте! У меня есть одна баночка, но у нас магазина уже нет стареньких. Угу. Ну, я просто говорю для тех, кто знает эти цехи, прям ценители. Я ценил их всегда, ну-ка вы. Я использую, я их не собираю. У меня второе на релиз этой старенькой баночке. Такой металлической. А вообще, метеорит, конечно. А я начала покупать. Летно, она с двадцати пяти. Я не умею, наверное... Это, наверное, пятая баночка, я имею в виду, которая... Ну, переделана. Да, раз, два, три. Раз, два, мы... Это... Подожди, нет, наверное, четвёртая банка. Сейчас меня он на виде, я имею в виду. И пятая, это был этот, как его... Лимитка Golden Bee, золотая такая. А, это не лимитка, чуть-чуть. А, да, это... Постоянная линейка, чуть-чуть закреплю. А тут что футурист. Он подверженный чуть-чуть. Постоянная линейка. Обожаю кожу этот футурист. Угу. Так. Пока отставим её. Всё, приступаем. Сначала выключаем бровки. Бровки краслю. Подними глазки, я тебе набуду. Пу-ку-ку. 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 Пу-ку-ку-ку. 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 Так, я что-то ничего не подоставала заранее. Ой. Макарон зашли первой. Светлый не хочу. Пупа. Пупа 002. Пупа 002. 001. Пупа. Он светловатый. А 002, мне кажется, прямо хорошенький для меня. И нравится мне. Не нравится цена? Дорогой для меня. Не знаю. Так, зеркало, зеркало. Так, ну хоть сюда тебе бровки же чешу. Тоже давай. Давай чуть-чуть подкрасим. Давай. Давай. Мне тебе не надо эти переснички, просто потом подкрашу. Дай губки. Так. Угу. Так. Что у меня тут пошло не так сегодня? Что-то пошло не так? Что-то пошло не так? Что-то пошло не так? С бровями. Если бровей нет, их можно нарисовать, да? Так. Угу. 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 Бросок. Угу. 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 Зарко все равно, ешкин кот. Я боюсь просто холоднее делать, чтобы меня не продумало. Вот в чём дело. Ты мне как-то бок продула, да? Здесь у меня вон там сбоку сидит. Кондёр это такое дело, да тоже. Но жить без них нельзя. В этом макияже я буду использовать... Я такой, у меня упал микрофон. Давно ли это произошло, интересно знать. Всё поправил, он просто немножко пустился. Так, куколка. Брови, брови. Главное, хоть на кого хотя бы чуть-чуть рисовать. Так, что-то светло сильно нет. То темно мне, то светло. Господи, боже мой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сегодня понедельник, да? Сегодня понедельник. Я вчера приехала домой. Ну как я, мы приехали домой. Я верху вещать даже и не хотела. Я была бы, моя воля, я бы всё лето и до конца сезона жила. Там, в домике, на даче. Такой климат, девчата, вообще. Утром встала. А, смурно, например, вчера, да? Вышло. Такой раз дождичек. Дождичек прошёл, солнышко. Красота. Среди дня раз опять, может, чук, дождичек прошёл. Или вечером, но тепло. Ветерок, воздух, девочки. Тишина, обалдеть. Нам повезло, повезло. Нам и в плане, ну как бы, местности повезло. Мы доходили. Это, получается, чуть выше, чем мы раньше арендовали. Да, чуть, да, десять лет мы арендовали. Чуть выше. Ой, и климат повезло. А потом совершенно другой климат на этой Корее. И это же заповедная зона. Это вообще охраняемая зона. Очень, очень уж и с соседями нам повезло. Их практически не видно и не слышно. Так, куколка. Так, ждала даже раз. Пудрый. Ваур-класс ездим, пудрый тоже можно. Так, так, так. Ну всё, приступаем. Я беру палеточку. Угу. Палеточку, палеточку. Давай кофейку. Давай. У меня такой комментарий недавно написали. Дураков-то много же пишут мне. Ну, я не буду всё перечитать. Сидит. Губы пересохли. Ха-ха-ха-ха. Боже ты мой. Чё ж они у меня если пересохли? У меня вот здесь вода стоит, бутылки. Вот кофе всегда, да. Сколько больных людей, много злых. Это просто шуть. Сколько людей со справками. Очень много. Да. Поэтому я просто говорю людям, вот кто меня смотрит. Видите, ты слышишь? Да. В данный момент. А вы не утруждайтесь. Ну, если хотите, конечно, напишите мне херню какую-нибудь. Ну, я вас сразу забаню. Вот и всё. И мне плевать на вас, если честно. Да. Я сюда прихожу. Сюда. Чтобы пообщаться с моими любимыми людьми. Понимаете? Которые смотрят меня годами. Которые любят меня. Вот и всё. Которых я люблю и уважаю. Давай за нас. Давай. Моя сладкая. Всё. Балетка. Худобьюти Брэдди Гранч. И я её обожаю. Это прям вот открытие для меня. Двадцать четвертого года пока что. Пока что ничего другого ещё Худо не выпустила. Да. И Наташа Динона пока что ничего больше интересного для меня не выпустила. Обалденная балетка. Брэдди Гранч. Супер. Восхитительная. Когда её вот так открываешь нельзя так сказать. И я бы её не купила если бы не одна девочка. Моя знакомая. Которую я купила и показывала. что это универсальный солдат девочки. И он. Восхитительный. Каждый день. Такой вот. Чё вот это такое хипня какая-то. А вот этот макияж вот этим мы будем делать сейчас. Так вот возможно будет. Чё такое вот. Чё такое вообще. А это волшебство называется. Адауды. Да. И так зайдем. Значит сначала карандаш. Куда я его засунула если честно. Тук-тук-тук. И так уголка. Я нашла карандашик. И прорисовала нижнюю и верхнюю слизистую. Неплохо он конечно рисует. Он настолько мягкий кремовый. Фиксировался он естественно мне кажется не будет нигде. Но думаю для подложки будет сама то. Всё приступаю я. Карандаш тени. Сейчас я приготовлю кисточку. Чтоб там стрелочка. Такая небольшая вытягивается. Но она как бы. Потом тенями что делается. Всё сейчас. Тени делаю я здесь вот на макияже. Пальцем. А на нижнюю. На нижнюю вот связь вот на нижнем веке. Я только делаю кисточкой тонкой. Вот так беру карандаш. Любой. Можно любой цвет брать. И прям вот. По краю. Понимаешь. Никуда не целюсь. Я заберу ровно. По ресничному краю. И вот так хорошо прорисовываю. Прям шерную такую. Линью. Прям вот тут уголочка. Такой вот сюда. Прям чтоб вот. Линия роста ресниц. Она чтоб была прям. Зарисована. Так просто потом беру пальцы. И вот кверху вот так. Прям пальчиком. Слегка. Сильно. Не надо. Тянуть веку. Прям растягиваешь. Любой карандаш. Этот растягивается классно. Потому что он не фиксирующийся. А мебели например. Или там какие-то карандаши. Которые ну как бы. Фиксируются. Подсыхают. Навеки. Там нужно побыстрее чуть-чуть работать. Поняла. И прям где-то складки вот сюда. Раз-раз-раз. Раз-раз. А вот здесь нам ничего не надо. Убираем лишнее. И вот здесь вот так делаю. Угу. Вот так. Потом второй раз раз. Вот так вот. Сдержу. Она все ушла. Довекла. Второй раз до середины глазика просто сделала. Угу. Беру тени. Тени вот эти буду использовать. Для такой непонятный какой-то двойной оттенок. Ага. Личневой серой. С блестками. Какими-то там вкраплениями. Не знаю. Вот такой. Вот такой. И прям набиваю его вот так сюда на глаз. Вверх не надо. Что-то я тут уже сильно до складки. Угу. Сейчас. Набиваю еще. Желательно конечно эти бесконков делать. Потихоньку. Убрать потихоньку напевать. Один и тот же оттенок на все века. Вот так вот. И в уголоке везде. Боже я себя все заляпала. Ага. Что-то я взял в тенях. Ой. То курьер приехал. То еще один. То включила звук забывала. Короче. Оксана такая Оксана. Один и тот же оттенок. Вот так. Тип-тип-типом глотаю. Прям на этот. На подложку из карандаша. Вот сюда не надо тянуть боку. Вот как идет нижняя века. Вот так. Вверх. Вверх. Если взять черный карандаш, она темнее. Естественно будет. Так. Еще раз чуть-чуть. Такое красивое непонятное тенок. Вообще, смотрится здорово. Лишь не убираю прям пальцами, а сегодня у меня пальчевный макияж. Так. Уберу этот синий карантаж опять. Сильно жирновато, конечно, для такого макияжа. Жирный карантаж. И вот сюда, понимаешь, чуть-чуть, вот так вот. Стрелочку чуть-чуть. И вниз. Видишь, какой он мажется. Короче, не знаю. Я бы не купила никогда в жизни второй раз такой карантаж. Это сейчас у меня эксперимент проводит. Честно говорю, жирный течет он. Ну, а теперь уже мы закончим этот макияж. Вот смотри, вот такую маленькую стрелочку. Раз. Кисточкой. Тоненькую, скошенную. Растянули. Вот и все. Сейчас я тут поправлю немножко. Потом беру вот такую скошенную кисточку, только натуральную. И эти же тени, эти же тени. Делаю вот так. Под ресницей. Под ресницей. И на этот карандаш, если он там есть. И вот сюда. Вот так закрепляю, чтобы не текло. И вот сюда. По стрелку это покрывает теня. Понимаешь? Ну, конечно, при таком свете макияж подсмотрится не так, как в звуках рта. Там, может, освещение не такое сильное. Но я тебе показываю, как я его делала и чем. Здесь прям до уголка глаза я дохожу. Прям вот так вот, понимаешь? Вот. И тенями карандаш вроде бы закрепляется. Чуть-чуть раз-раз его вытянуло там. Можно опять взять пальцем. И опять нашлёпать вот так. Прям вот так 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 вот так. Теперь единственная тесличка мне для чего нужна. Я никуда её не макаю. Просто беру её и вот так край тушу её всё. Чтоб он не был такой резкий. Какая-то базовая тетина серая. Теперь беру ещё меньше. Прям такую листочку. Где она? Вот такую малебузку. И беру вот этот оттенок. Вот такой он. Давай сначала его вот сюда. Чуть-чуть положила. И вот так вот тоже разляпала. Чуть-чуть. Понимаешь? Вот. Ну вот сюда на яблочке посередине. Вот всё. А кисточкой, кисточкой взяла апельку. Он очень рыхлый. Очень рыхлый. Всё-всё. И подвиж. И вот сюда кисточкой. Вот так. Угу. Так. Наелась теней уже. Карандаш синий. После всех этих эксекуций, как говорится. Так. Опять на слизистую. Он вообще не крепится там. Так что. Девочки. Не знаю. Как под ложку может быть. Хм. 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 Вот так глаза там сделаны. Теперь. Вот здесь есть такой пудровый оттенок. У. Как будто жёлтый, но он не жёлтый. Это такой вот так вот под бровку. И на границе с серыми этими тенями. Чук-чук-чук. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. И вот так я могу даже сделать. Угу. Почистить как бы, понимаешь. Тут тоже под глазом. Вот здесь я. Эти тени называются гранж, да? Гранж, да? Угу. Так давай второй глаз. Ну пока что ничего не течёт. Но особо ничего и не фиксируется. Так. Я его даже не закрываю. Он не засунет. Это просто какой-то крем цветной. Мне кажется. Такое. Как кремовые густые тени. Из-за карандаша. Вот и всё. Ну слава богу, он не раздражает мне глаз пока. Вот. М? М? Так. Я вот это смотрю на себя и думаю, что у меня вот тут такое. Или меня комар угасил. Причей у меня не должно быть. Реально что-то там есть, да? Так. Синим карандашом второй глаз. Не выхожу никуда ни в какую стрелку сначала. Просто ресничный край. Жирно рисую. Жирно. Проверяю микрофон. Тут ничего не надо выравнивать, девочки. Просто, как говорится, вот так вот фигачиваем и всё. Главное, чтобы вот линия роста ресниц была замазана, чтобы она не была белой. И чтобы вот здесь вот у вас хватало продукта, чтобы его вот так растянуть на подвижное веко до складки. Всё растягиваем. И вот тут вот так, да? Ты поняла уже? Вот такой диагональный какой у тебя нижняя века идёт. Вот так. Вот сюда вот не надо тянуть в сторону. Вверх. Вверх. Мне такая техника понравилась. Я сама такое для себя придумала. Я могу так сделать тени и карандаши любого цвета и будет красивенный макияж. Вот и все. Быстро. Быстро. Быстро, если бы мне это все не мазалось, куда попало, да? Так, еще раз. Вот от края прохожу. Вот тут до половинки гвардейка. Я уже ничего не размазываю. Ох, как тяжело. Шучу. Беру эти штильни. Навозюкиваю. Странно, да? Здесь, ну там вкрапления какие-то блестящие. И пошла, и пошла, и пошла аккуратненько до складочки. Почаще ручки туда нырять, конечно. Вот так вот, раз, раз, чтобы комков не было. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Оттенок такой красивый. Я не знаю, может оно не передается, конечно. Так, так-так. Еще раз. Кажется, даже какая-то фиолетовая штука есть в нем. Какой-то сизо-серый. Сизо-серый. И коричневый, и всякий. Все пальцами делаю. Ну тут. Прям упрям. Так. Сейчас, кошечка. Я хочу так делать краешку, краешку и внизу вот так раз и как будто маленькую стрелочку Маленькую просто протянула, потом кисточкой просто и всё растянула чуть-чуть Так чуть-чуть Ну-ка Можно ногатком если есть Ну-ка Так растянули Набираю ты кисточкой этот же оттенок и вниз Тут главное успеть, чтобы всё не распалывалось подкладка Вот 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 И наверху закрепила Я надеюсь тебе всё понятно, не знаю Не знаю, я же не учителя, просто показываю чё я делаю Просто вы мне учителя, девчата многие написали Макияж какой шикарный Губы А там как бы ничего такого сложного нет Сейчас я вам сразу сделаю такой макияж Угу Угу Прям до уголка рисую, тебя не стесняешься Так добавь, добавь этот оттенок коричневый Угу 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 Вот эту блестку Прям вот Вот столько Сейчас скажу Вот столько Это много даже Вот Вот так сейчас Сделаю А другим пальцем бы здесь осталось Вот так размажу Прям легкими как-то движениями руки , да? ой-ой-ой. Кисточкой край просто край в темноте она смотрится по другому Плески тоже остались, он как стекло оболчение вообще. А худо, это худо. Так, сейчас опять закоржем придуша. Чего ему надо сегодня? Внимание, так же как и всем требуется внимание, да? Маленькая честочка, уголочек. Прям сюда, просто чуть-чуть. Ну-ка, вообще-то вот чуть-чуть. Очень странная текстура. Такие хлопья не очень сильно прессованные. Ну, она веки смотрится ощутительно. Их тут два вот таких блестящих. Это вот этот и вот этот. Они вроде бы одинаковые, но они не одинаковые. И вот этот второй, который я ещё не сделала. Чуть-чуть вот так сделаю тоже. Он какой-то более серый, понимаешь? Так, где он? Много взяла. Сейчас я с пальца возьму прям. Так. Так-так-так, всё. При тусклом свете, при тусклом свете он будет тёмно-серый казаться. Это защитная свясть. Вот это я вот пудровым таким оттенком раз-раз почистила, растушевала. Вот так вот здесь формы почистила. Я вот думаю, то что я пальцем делала вот так. Кисточка вот так что ли здесь ещё сделать. Как-то звездловато он у меня получился. Тогда я так не делала совсем много. Просто так добавила, по-моему. Зеркал. Так, всё. Вот и всё. 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 Кисточка от бодры. Ого, ого. Всё подмела. Всё подмела. Давай, Коля, выпей. Давай, давай. Тени на машине нужны. Не нужны. Сидёт этот блюклый оттенок. Он у них красиво меняется. Такое. Уточка ты, уточка. Так. Придуши, что с тобой сегодня? Ты милый. Горячок-морячок. Давай кофейку. Давай. Хочу потухать. Он пришёл на кошечку. Чу-чу-чу-чу. Ку-чу-чу-чу. Давай за нас. Пусть мы будем здоровы. Дверь открыла бы. Пошёл. Давай будем пить. Может, водички тоже хочется. Давай, пусть мы будем здоровы. Пусть всё у нас будет хорошо. Ладно. Пусть все самые наши близкие и любимые будут здоровы. Да. Пусть всё-всё будет хорошо. Люблю тебя. Сло-всё будет. Сло-всё. 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 Патронфайк 80 миллилитров, девочки, было. Еще месяца не прошло. Наверное, уже третий нет. Я не помню, когда у меня с ароматом был такой запой. Это скандал. Первый скандал Жанна Борякатья. Тут металлическая крышка, такая, оболзенные ножки. И это первое, первое. Как бы флагман, там есть уже у него несколько флангеров. Обалденный сладкий мед. Ну-ка. Мне прям его не хватает. Боже. Девчата, я его даже не вставлю в шкаф, они повесятся. У меня мурашки вот и попошли. Ох. Восхитительный аромат. Волосы-то встают, которых нет, кожа вкусная. Я не знаю, почему я раньше вообще не пробовала никакие ароматы Катье. Их там много же у него. Я уже сто раз говорила, это в одном направлении. Славьи Бейлотенком. Но это намного красивее и сложное сочинение, мне кажется. Это настолько такая сладкая медовая сладость. Но она не курманская. Нет. Это сладкий, свежий. Знаешь, такой мед, который льется. Не который тянется, а который льется. Вот суп. Я здесь слышу мед. Потом какой-то цветочек подсоединяется. Как пишут, что это магнолия. Я цитрусы вообще не слышу. Обалденно сладкий, вкусный. Но он несъедобный. Очень-очень женственный, красивый, шлифовый. Кто любит скандал, у кого он есть. Пишите. Я не понимаю, почему его назвали скандал. Я его скандаль зову. Шкандаль, мой скандаль. Вот уже выброскало, девочки. Месяц не прошло. Вот не знаю. Вот хочется прям вот так вот, понимаешь, поливаться. Вот хочется прям. Это же не тонкий аромат. Это же не цыжачок. Вот это его восхитительная сладость. Медовая, да? Вот кто хочет мед в ароматах. Вот он мед. Она не загружает. Она меня не выпешивает. Не тошно творит, понимаешь, ничего. Я с ним сливаюсь. Очень-очень приятно для меня. Ну, громкий, классный. Супер секси, мне кажется. Не зря он скандал высывается. Обалденный аромат. Кайфуешь? Кайфую, молодец. Вкусненький, да? Там много флангеров есть. Лерочка, привет. Лера мне писала, что у него типа есть скандал. Краме, Львика и так далее. Я их не нюхала. Не пробовала я. Вот этот был в магазине. Второй, по-моему, с малиной был. Прямо малина-малина. Но я малину не хочу. Я хотела именно вот этот классический шкандал. Вот сколько я сделала пшиков на себя. Двадцать, наверное. И мне не тяжело. Возьетительно ты утопаешь в этой сладости. Великолепно. Обожаю. Так, уже почти по бутылке. Скоро не будет. Так, ну что, давай я посмотрю на себя. Как что у меня тут узелось? Ну вот он, этот макияж. Вот, может быть, здесь можно было еще. Даже, знаешь, Чуть-чуть. Сейчас я старую карандаши перестараюсь. Чуть-чуть прибавить темнотой темненького на брови. Сейчас чуть-чуть. Свет у меня тут довольно яркий. Это Джейд Жадель. Джейд, как это называют? Джейд. Итилик, что ли? Карандаш для бровей. Номер я даже не знаю. Сейчас посмотрю. Номер шестьдесят называют Софт Плык. Легкий черный, но он темно-коричневый. Такой, какой-то серо-коричневый. Он такой какой-то, но он не черный. Чуть-чуть поярче брови. А вот там не было. О-ка. Так, Джейд, хорошие карандаши. Что-то я их вообще не вижу. Откуда я попадаю, я их не вижу. Я бы купила себе еще. Давай. Так, куколка. Все, делаем лицо. Леснички красим. Давай, тебя нарумянин чуть-чуть. Давай. Слоником. Давай. Давай. Бронзор сейчас себе сделаю, тебе потом нарумянин, да? Чтобы ты у меня была красавица, да? Такая, нарумяненькая, свеженькая, да? Да, такой нежный, так свеженькая у меня. Как у меня красивая. Ягодка моя. Была самая любимая ягодка, как у меня линдиковый. Думаю. Русмашки. Ну-ка, давай, тебя чуть-чуть. Давай. Супер. Смотри, как румяна свежая. Сразу чук-чук. Ну, давай. Ой, я сладко. Отдыхай. Я хочу, чтобы ты отдыхала со мной, не хочу, не думала. Может быть, снула? Я знаю, что вы мои видео полностью не можете досмотреть, девчата пишите мне, чтобы засыпать. Господи, у меня сегодня какие-то полтергейсты везде кремят в квартире. Засыпаете несколько раз, смотрите. Ничего страшного. Я рада, что вы засыпаете и отдыхаете. Палетка Ауру Класс Лон. Супер. Так вроде бы я все называла, даже все продукты. Все окрасим ресницей. Ресницы. Мне понравилась тушь Sky High. Я первый раз ее купила. Lash Sensation, да? Ну и, блин, представляете? Ей уже сколько лет. Я ее первый раз купила. Что-то я про нее слышала, когда ее выпустили, что там кисточка какая-то такая, а не такая. Тут на самом деле очень подвижная кисточка. И это здорово. И опять же спасибо, Лерочка, что ты ее посоветовала. Мне очень нравится, что эта кисточка, она такая подвижная, пружинит. Она классно прокрашивает, прям от корней. Она силиконовая, и она не царапает мне века. Вот что выражу. Она такая мягенькая, нежная, судя по всему. Духи я вообще не могу. Красотень Они сто лет уже Как стоят эти такие с семнадцатого года Как это я вообще Почему я не подходила Один раз я подошла к этим ногам Но купила Каролину Хереру Классическую твёрку Ну такое настроение видно у меня было Да 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 Слава Богу приехал штатив новый Так Так Сейчас чуть-чуть подсохнут Реснички схватятся Я пока бегу тянем Так Что это такое Расскажите мне девочки Напишите мне пожалуй Девочки Как у вас дела Нет ли у вас беды какой-то там Там где вы живёте Прям именно там где вы живёте Я знаю что есть Но Прям Я не хочу чтоб мои зрители страдали И вообще чтоб люди страдали Как это всё надоело Просто жесть Ладно Не хочу никому портить на это Ой Почему мы и так всё про это знаем Да Так Устаёт Голова от бегутей Ой Сейчас Немножко вот так просто руками Я их расческа не расчесую Вот чуть-чуть вот так распущу Да Они ещё сами распадутся Увели девчата Прошу пардону Так оху Да их вот так вот Я же их затушиваю Затушиваешь вот так Туко делаешь Когда накручиваешь Так всё На второй слой Отлично тушь Супер Понравилось Лучше люкса Угу Можете спорить со мной девчата Мне всё равно Я Чё Чё такое же Не попробовала Карандаши китайские Сразу говорю Гэ Лучше не покупать Ну как Гэ Ну так Никак Ах Если мебель она не сухие Как подлюки И тоже плохо фиксироваться стали То эти жирные Как подлюки Вот и всё Мажутся Ну а ко всему можно приспособиться Как подложка под тени Они будут очень хорошо Например Я под эти тени намазала Зелёный карандаш А вид бы был Совершенно другой Поэтому Для меня Это всё Будет рабочим Для простого человека Который не снимает макияжи И которого Как говорится Таракана в голове нет Вот столько Сколько у меня по поводу косметики Они не нужны Ммм Я-то их купила просто ради пробы Я уделилась цене Я думаю неужели там Может быть что-то путнее Ну нет конечно Они настолько Насколько бы хотелось Так на два раза Туша классная Сейчас я покажу Как я там красила губы Мне прям про губы столько написали девчата А тут Ничего особенного У меня есть карандаш Калистар Тёмный Очень тёмный для меня Я не люблю Я люблю красные Тёмно-коричневые Тёмно-коричневые Тёмно-портовые губы Мне кажется как вампир Вот этот карандаш Вот такой Мне его подарили При покупке какой-то косметики Ну вот Представляешь себя И он фиксируется на губах Конкретно Я не успеваю их обвести Я его уже растушевать не могу Я сразу возьму всё что мне для этого понадобится Так Помада красная Так сейчас Вот такая Это калистарь Я сейчас скажу 14 Правая шина Для губ Тут кисточка Я её не пользуюсь Так Это Шик Красная помада Черри И здесь нужен блеск для губ Простой Никакой можно сказать А где он у меня Вот такой Прозрачный можно Так И Такая кисточка Жёсткая у меня есть Которая можно чуть-чуть хотя бы Растушевать Вот этот вот бешеный карандаш Давай Накрасим губки Покажи тебе А потом Я ещё подкрашу снизу Вот так смотри Как такой цвет получился Вот он карандаш Я тут же буду помаду рисовать Он красно-коричневый И Сука-корку Надо Убирать Всякую Тоналку Пудру И прочее И Рисую На боку Онтру Тёмный ветер Таак Таак С углов Заполняйте Не так С углов С уголков Не полностью Вот так Беру Вот эта жёсткая, где она Это кисточка Это же для губокамаренко И прямо растираю А то он контур вынимает чуть-чуть, и вот здесь как бы растушевает, да? И вот здесь, чтобы резко это гоняло границу. Теперь вот здесь уже засохла, скорее всего, и будет очень сложно его растушить. Лучше сразу чуть-чуть с внутреннего края сразу растушевать. Внешний край не надо трогать. Надеюсь, чуть-чуть растушуем. Если где-то пробел, если вот так можно назвать. И тут вот так у нас уголка заполнила. Поняла? Да. Быстро бросаем этот карандаш тёмный. И вот здесь сделаем тоже так аккуратненько. Ну, градиент. Чёткую границу набираем. Если получится, да? О, я не знаю, не пробовала другие карандаши калистары. Но этот... Растоки. Вот так получается. Угу. Теперь... Теперь... Ух, это басикола. Теперь беру красную, красную, прекрасную шик. Она мурзовая. Она совершенно как бы не в тон. Видишь? Смотри. Начиная с середины, где нет карандаша. Вот так заполняю это место. Вверху и внизу. И захожу я на карандаш, понимаешь, вот так вот. Закрываю вот этим. Красную. И до конца тогда, раз. Закрываю карандаш вот здесь. Вверху. Он не закроется. Но его надо закрывать. Потом вот так. Сделала, как могла. И заново. Теперь аккуратненько. Аккуратненько. Везде. Здесь, где ковиденье. Он так окрашен. Оно, видишь, получается, как... Вот здесь какое-то коричневое. Градиент. Это твой ярче-красной посередине. Все. Вот еще раз макну. И все. Вот сюда, на серединку. И оставлю. Пусть чуть-чуть уватится. Поняла? Да. А сама пока. Тебе тоже еще ресницы обещала покрасить. Вот. А настойка помада, но она не засыхает. Карандаш беженый. Он вообще не стирается. Поняла? Я вот еще присмотрюсь. Карандашка в Калистар. У них очень часто бывают все эти скидки для губы Минага. А они качественные. Я думаю, что там все карандаши должны быть качественные. Как-то я упустила этот момент. Тушь приятно каким-то пахнет. И пишечком. Винишком. Винишком для меня пахнет. Чуть-чуть. Вот третий делаю слой. Отличная тушь. Супер просто. Надо пойти купить стойки, две положить. Если срок хороший. Хотя куда она денется? У меня открытых шесть или семь. Чупика в душе. Ой. Ну, если она будет на распродаже. Если какие-то скидки будут у Мэйбеля, я обязательно губкой пусть лежит. А так у меня по моей карте 15% на всю скидку всегда есть. Нижние. 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 Я забыла сделать. Знаешь какую вещь. Ух. Я уже и руку, этой рукой и ногу замарала. После того, когда я вот этой красной помадой, да. Я, например, все, теперь уже поздно. Васюкаю на коричневом. Я ее потом вытираю салфеткой, чтобы не портить цвет помады. Смотрите, еще остается, эта коричневая. Сегодня забыла. Мне, кстати, очень-очень нравятся вот эти шик-помадки. Soft Matte Lipstick. Так, вот она. Она такая матовая. Такая парадная. Она заявлена как стойкая, но вот че твать. Она такая, она же стойкая, но не очень стойкая. Она будет съедаться постепенно. Посмотри, че. Ладно, куколка, мы-то порядка встречаемся. Можно и так уволякаться, да. И вот вся там, как говорится, была. Почему, может быть, так красиво эти губы смотрелись? Потому что я их покрыла просто глянзовым. Вот тут пупа такая. У меня помада есть. А вот тут просто глянется. Вот. Все. И че такого? Вот так. Кисточку такую, потом надо вытянуть и все. Девчата писали такой вишневый цвет. Вот оно, вишневый цвет. Все. Все. Можно любым-любым блеском. Можно брать и вот так делать. Чтобы, допустим, прозрачный какой-то. Любой светлый блеск у вас не окрашивался в один цвет, да. Вот и все. Кстати, вот эти помады пупа. Я хочу себя красную купить. Они очень-очень стойкие. Если кому-то нужна прям гиперстойкая помада, пахнет вкусно. Цвет красивый. Вот сначала наносишь на губы, да. Как тебе надо. Ну, это такая вот нют. Она высыхает. О, мати. Ну, девочки. Она будет держаться на вас до вечера. Вы ее руками и с ртом пальцем не ототрете, не съедите, ничего. Сейчас она высохнет, я покажу. И когда она высохнет. В принципе, вы можете с такими сухими губами ходить. Но мне не комфортно. Сверху. Она покрывается этой кисточкой глянцем. И вот этот глянец, он ее не растворяет. Никуда не дает. Никуда не плывет. Очень-очень классные вот эти помады. У пупа. Надо купить красную или вишневую какую-то. Я просто все время об этом думала. У меня их палом. Поэтому, когда я прихожу в магазин, я об этом не помню. Сейчас она высохнет. Ну что, моя сладенькая. Вот мы с тобой и повстречались, да? Да. Макияж. Губы, может быть, здесь ярче смотрятся, конечно. Но здесь свет ярче. Вот и все. Контур потемнее. Можно коричневые, губы красные. И любой блеск. Любой. Можно даже переломутровые глаза. Да. Все. Тебе губки накрасить? Накрасить. А тебе каким цветом накрасить? Красненьким просто. Давай. Давай этим же красненьким. Вот так. Давай. Как они вкусно. Контуретками пахнут. Давай. Давай. Пчелуй. Делай. Давай. Сладенькая. Моя красота. Моя ненаглядная. Так остави. Не надо блесками. Хорошая моя. Я вся в косметике. Моя дурековая. Моя сладенькая. Ягодка. Моя вишенка. Малинка. Клубничка. Моя самая вкусная. Вкусная булочка. Ванильная. Полюблю тебя. Ну что. Давай допьем кофе. У тебя остался клоточек. Где ты фокус? Где ты фокус? Давай допьем кофейку. И сегодня будем прощаться с тобой. Пиши комментарии мне. Если есть возможность. Если плохо идет интернет. Я знаю что проблемы большие. В России. Везде не идет интернет. Вот это. Ютуб. Да. Интернет. Говорю. В принципе можно с VPN. Смотрите. Вы это все прекрасно знаете. Ну. Если хотите. Можете подписываться. На Пусти. На Патреон. Там много видео. У меня выходит. Три видео в неделю. Минимум. Десять-двенадцать. Минимум. В месяц. В прошлом месяце у меня вышло шестнадцать. Ведем. На Пусти Патреон. Да. Вот. Там хорошая компания у нас. Там все добрые. Там никто не пишет что попало. Не обижают друг друга. Приходи. Двести рублей подписка. Я не знаю. Это. Минимальная. Которые можно поставить там. Меньше нельзя. Больше можно. Меньше нет. У меня там еще есть уровень. Это базовый двести. А уровень есть еще доп. Бустер. Топ. Патрон. Две тысячи. Дорогая подписка. Ну. У них единственное привилегие. Это. Знаешь. Это люди. Которые прям фанаты. И любящие меня люди. Которым от меня в принципе ничего такого не надо. Особенного. Они просто так хотят меня поддержать. Но у них есть возможность заказать на заказ. Написать мне в почте Оксаны с ними. Пожалуйста. Вот такое. Вот такое видео. Они могут даже свой сценарий предложить. Я стараюсь. Да. Поэтому приходи. Ссылки в описании. И в первом комментарии. Давай кофе. Давай за нас. Давай за нас. За любовь. За дружбу. За взаимопонимание. Давай. Люблю тебя моя милая. Ой. Ой. Сладенько. Моя кошечка. Кошечка. Моя злая. Моя хорошая. Давай. Пожелаю тебе спокойной ночи. Давай. Давай. Желаю тебе спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пусть ангелы. Пусть ангелы. Пусть ангелы. Сон. Полетели, 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 полетели на головку, сели, сели, сели на головку, закрыли тебя своими крылышками, мягкие ручки, да? И берегут тебя, берегут, берегут, берегут тебя твой сладкий сон, твою жизнь. Пусть мир, добро, любовь идут в твой дом и не покидают его никогда. Да. И пусть всё-всё-всё у тебя будет хорошо. Поняла? Да. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока, мои хорошие. Пока-пока, мои дорогие. Так как это видео будет и напусти на патреор, благодарю всех своих бустеров и патронов. Выражаю вам особую благодарность за ваши подписки, за вашу поддержку, за вашу любовь, за вашу приятность. Люблю вас, мои сладкие. Желаю вам всех благ. Давайте пока-пока, спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока-пока... Спокойной ночи... Пока-пока... Пока-пока-пока-пока...